Вечная слава героям! 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 Отметив! «Компания прошла открыто гласныйoy wherever законодательство!» Вручая удостоверение она пожелала султану Усденову успехов в работе на благо нашего региона и всей России В общественной палате Карачаева-Чиркесии состоялось вручение мандатов новым членам Общественной наблюдательной комиссии. На первом заседании в новом составе члены комиссии избрали председателя, заместителя и секретаря общественной наблюдательной комиссии республики. Новый состав ОНК в течение трех лет будет осуществлять контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на территории Карачаева-Черкесии. В итоге встречи были приняты решения, направленные на совершенствование мер защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечение надлежащего взаимодействия в рассматриваемой сфере. Палата Карачаева-Черкесской республики готова оказывать новому составу общественной наблюдательной комиссии любую методическую и юридическую поддержку. В состав наблюдательной комиссии вошли авторитетные, знающие люди. Уверена, что вы способны обеспечить сотрудничество с общественными объединениями, которые вы представляете не только их, социально ориентированные коммерческими организациями, администрациями мест принудительного содержания, органами государственной власти, органами местного самоуправления по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Хочется всем нам, в том числе и новому составу и всей общественной палате пожелать успешной совместной работы. Голубое топливо появится и в ауле Верхняя Тиберда. Газопровод в этот населенный пункт был проведен несколько лет назад. За последние два года по улицам был проложен порядка 10 километров уличных распределительных газопроводов. Мобильный офис компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» позволяет жителям Высокогорного аула подать заявку на догазификацию на месте. О том, как проходит процедура принятия заявки, узнал Алихан Лепшоков. Раньше в холода нам приходилось топить дома с помощью дров, но теперь мы надеемся, что газ придет в каждый дом, отмечают жители аула Верхняя Тиберда. За два года на улицах были установлены распределительные газопроводы, что позволит теперь людям к ним подключиться, чтобы в домовладение пошло тепло. Мобильный офис компании «Газпром» распределения «Черкес» дал возможность жителям аула, не отходя от дома, подать заявку на догазификацию. «Догазификация, напомню, предполагает доведение газовой инфраструктуры до границ земельного участка. И до недавнего времени проведение работы внутри земельного участка было заботой абонента. На сегодняшний день в республике принято две меры поддержки, которые упрощают эту процедуру, в том числе финансово. Во-первых, это постановление номер 99 правительства Карачао-Черкесской республики, согласно которому абсолютно для всех заявителей подразумевается строительство газопровода от забора, от границы земельного участка до стены дома». Второй вид социальной поддержки предоставляется для 13 категорий льготных граждан. Это позволит жителям воспользоваться сосубсидированием для проведения газа внутрь домовладения, куда входит оплата необходимых материалов и газовоорудования. Жители с радостью уверяют, что работа мобильного офиса намного облегчила задачу в плане подачи заявки. «Надоело уже, наверное, дровами топить газ. Все ждали газ. Сегодня подаем заявление». «Очень благодарна, что газификация идет у нас в селе. Очень рады, что у нас приехали «Газпром» и нас обрадовали, что они приехали, которые не могут ехать куда-то. Мы благодарны всем». Сотрудники компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» подчеркивают, что каждый может подать заявку, и для них будут построены распределительные газопроводы. До холодов осталось совсем недолго, и поэтому жители аула Верхняя Тиберда ждут подачу газа с нетерпением. «Прежде всего, по мере готовности абонентов, и до конца октября мы планируем осуществить пуст газа в данный населенный пункт. И те жители, где еще не проложены газовые сети, могут подавать заявки, распределительные газопроводы будут построены, и также осуществлена дегазификация этих домовладений. Наряду с этим в соседнем городе-курорте Тиберда также ведется прием заявок на дегазификацию». Всего по улу Верхняя Тиберда была принята 21-я заявка на дегазификацию. Важно отметить, что заявку также можно подать и электронно через сайты госуслуг и компании «Газпром» газораспределения «Черкеск». Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. 65-летний юбилей отметил известный актер, директор Карачаевского государственного драматического театра, народный артист Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии Руслан Гачияев. Сегодня он гость нашей программы, с ним встретилась Белла Джазаева. Интервью смотрите далее. Прощаюсь с вами, хорошего вам настроения и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова